Два года назад дом номер 29 по улице Кузьмина осиротел. Все управляющие компании города от него отказались. А жители дома оказались жилищно-коммунальными беспризорниками. Участь, я вам скажу, незавидная. По словам обитателей барака, последняя управляющая компания ушла от них в 2017 году. И с тех пор они беспризорничают. Нас выставляли на торги, вот как администрация говорит, но нас никто не берет. Вот и все. Формально дом находится во временном управлении у компании Петра Гиц. Однако люди признались, что не видели у себя в гостях ни одного представителя этого славного муниципального предприятия. Все вокруг завалено снегом, на кровле гигантские сосульки. Въезд во двор забаррикадирован снежным отвалом. Две недели назад пошалил грейдер. Дворников нет. Лестницу ремонтировали в сарай сами. Она была разрушена. Дрова нам нужно носить. У нас пучное отопление. Я писала заявление директору Петра Гиццу. Он даже не ответил. А внутри барака тихий ужас. В одной из квартир частично провалился пол. Прореху закрывают фанеркой, чтобы не упасть. Вот видите дыра? Туда, насквозь все. Все сгнило там. Это страшно. Все тут скрипит. Крысы ползают. Жуть. А еще в доме полностью разрушены канализационные сети. Людям приходится буквально ходить под себя. О, какашки поползли. Не так давно дом признали аварийным. Расселение запланировано на 2022 год. Однако местные жители переживают, что до этой светлой даты сирота не доживет и рухнет гораздо раньше. А это улица Загородная. Обычная городская улица, но есть один нюанс. По ней опасно ходить. Тротуаров здесь нет в принципе. А на обочинах дороги громоздятся кучи снега. Поэтому пешеходам приходится идти прямо по проезжей части. Машины туда в обе стороны проезжают. Достаточно быстро проезжают. А пешеходам вообще невозможно просто идти. Заснеженная часть. Только на сугробы лезть. Да, на сугробы лезть. Это тоже небезопасно. К сожалению, таких улиц в Петрозаводске немало. Порой возникает ощущение, что от города тоже все отказались. И он находится в чьем-то временном управлении. Продолжение следует...